Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости. В студии Артём Четюников. Смотрите в этом выпуске. Стартовали всероссийские арктические учения МЧС. Они продлятся два дня. До 7 апреля всем ветеранам Великой Отечественной войны перечислят праздничные выплаты к 9 мая. Об этом рассказали в правительстве региона. Ансамбль народного танца «Аганер» представит Красноярский край на Дельфийских играх. Коллектив собирается покорить жюри конкурса своим новым танцем во Сибири. Стартовали всероссийские арктические учения МЧС. Они пройдут в 9 регионах России, в том числе Красноярском крае. Спасатели испытают новую технику, экипировку и оборудование для заполярья. В течение двух дней спасатели будут отрабатывать навыки по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Стартовали учения в аэропорту Норильск. По легенде, пассажирский самолет Ту-154 вылетел из города. В воздухе экипаж заметил неисправность задней стойки шасси и принял решение вернуться в аэропорт. При посадке задняя стойка шасси разрушилась. Произошло частичное разрушение фюзеляжа судна с дальнейшим возгоранием. Для ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации привлекли 250 человек и около 40 единиц техники. В ходе учений спасатели опробовали новейшие образцы аварийно-спасательного оборудования. При этом большинство из них отечественного производства. Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы, которые могут возникнуть в этом регионе. В ходе учения на территории 9 субъектов силы различных министерств, ведомств, государственных корпораций и организаций, входящих в систему РСЧНС, отработают 16 вводных, в основу которых положены наиболее характерные риски для оптического региона России. В пятницу учения продолжатся. Специалисты отработают навыки ликвидации последствий затопления горных выработок на одном из рудников заполярного филиала Норникеля. Софья Зиберова, Норильские новости. Тем временем в образовательных учреждениях спасатели проводят обучающие занятия по безопасности жизнедеятельности. На днях они побывали в 31-й школе, где есть класс МЧС-резерв. Теперь его выпускники вместе с аттестатом об образовании будут получать свидетельства спасателя. Учения «Безопасная Арктика» подразумевают под собой не только отработку навыков ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, как, например, в аэропорту Норильск, но и проведение обучающих уроков в школах. Так, начальник МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин и начальник Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России Иван Сергеев посетили 31-ю школу. Там уже пятый год существует класс МЧС-резерв. Ребята подготовили для генералов презентацию о деятельности своего класса, провели соревнования по быстрой реанимации пострадавшего и организовали урок для учеников младших классов. Ну, конечно, приятно пообщаться с теми, кто с нами в одной сфере, но на несколько голов выше, то есть могут и чему-то научить, что-то объяснить. Но сегодня как бы рассказывали мы про себя, ну, выставляли себя в лучшем свете. К слову, эта встреча была для ребят особенной, ведь они узнали, что теперь обладают весомым преимуществом. На базе класса МЧС-резерв 31-й школы решили создать представительство Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России. Мы создадим сейчас совместный проект, как он должен быть на самом деле, то есть дети, обучаясь в этом классе, могут, в принципе, получать сразу два аттестата. Первый аттестат – это о среднем образовании, второй аттестат – это уже свидетельство спасателя, которое дает им не только путевку в жизнь, да, возможность сразу-то устраиваться, но, конечно же, дает дополнительную возможность для поступления даже в наш ведомственный вуз. Генерал-лейтенант Игорь Лисин также по достоинству оценил работу единственного пока в Норильске класса МЧС-резерв. По его мнению, у всех органов управления в городе уровень подготовки к чрезвычайным ситуациям довольно высокий. Норильск уже стабильно показывает хорошие результаты подготовки всех служб – и служб спасательных, аварийно-спасательных, пожарных, правоохранительного сегмента, органов управления. Учение связано это, конечно, с тем, что Норильск проходил уже ликвидацию не одной чрезвычайной ситуации, их было большое количество. И опыт, наработанный и по взаимодействию при ликвидации, и опыт, наработанный во время учений, он, конечно, дает о себе знать. В рамках учений «Безопасная Арктика» Красноярское отделение Русского географического общества также подготовило выставку «Аляска-Сибирь». Эксперты проводят в школах лекции, где рассказывают о своих экспедициях и показывают свои трофеи. Например, части военного самолета времен Великой Отечественной войны, которые они обнаружили при раскопках на территории Красноярской воздушной трассы. Софья Зиберова, Екатерина Алексеева, Евгений Журнов. Норильские новости. До 7 апреля всем ветеранам Великой Отечественной войны перечислят праздничные выплаты к 9 мая. Об этом рассказали в правительстве региона. В этом году отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Всем участникам и инвалидам войны выплатят по 50 тысяч рублей. Несовершеннолетние узники фашистских лагерей получат по 10 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей перечислят труженикам тыла. Такую же сумму выплатят и детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте. Всего из регионального бюджета на праздничные выплаты выделили 173 миллиона рублей. Никакие заявления ветеранам подавать не нужно. Все выплаты придут в автоматическом режиме на основании данных, имеющихся у Управления социальной защиты населения и Социального фонда России. Сейчас в крае проживают более 93 тысяч граждан, которые непосредственно столкнулись с событиями 1941-1945 годов. Из них 192 участника Великой Отечественной войны, более 4 тысяч тружеников тыла, 157 жителей блокадного Ленинграда и 175 бывших узников концлагерей. Нечистая не сила, а квартира под номером 13 в одном из домов на лауреатов требует санитарной очистки. Там в течение трех лет содержали кошек и собак. Животные жили одни, на улицу не выходили. В помещении за ними никто не убирал. Наш корреспондент побывал в злополучной квартире. Давайте открываем двери. Тут, конечно, вонь невыносимая. Мы вот бахилы одели, потому что по-другому здесь не зайти. Это не съемки фильма ужасов. Это реальная жизнь. На пол невозможно ступить, не опасаясь за сохранность ботинок. Повсюду грязь, разбросаны вещи. От дивана ничего не осталось. Здесь очень много экскрементов животных. Стоят лотки, которые особо не пользовались спросом. Кошки, собаки более трех лет здесь находились в одиночестве. Сейчас здесь уже проживают тысячи мух. Находиться больше двух минут просто невозможно. Такой сильный запах. Негодованию соседей нет предела. Ужасный запах слышится с первого этажа по девятый. По словам соседей, ночью в доме раздавался громкий лай собак. А некоторая живность даже пробиралась в квартиры к соседям. Тараканы лезут. Мы травили, сами нанимали. К нам приезжали очистка. Пока мы были в отпуске, попросила подружек. Они мне снимали видео, сколько было тараканов. Ужасно. Мы приехали в сентябре буквально через неделю. То же самое продолжается. Сейчас у нас мухи. Ужасное количество мух. У меня поползли дети по полу, ползают маленькие. За тараканами ползают и за мухами летают. Что примечательно, соседи видели мух, тараканов, слышали собак. А вот саму хозяйку никто не видел. Она ни разу не была замечена гуляющей с питомцами. Жильцам не удавалось даже поговорить с женщиной. Про соседку я вам вот что скажу. Первый раз её вчера, вот она приехала, первый раз её увидели. Никогда не видно. Вот я пешком когда ходила, спускалась, мне на листе, а для себя пешком. Я слышала собаки лают. Даже удивилась. Думаю, в однокомнатной собаки лают. И собаки-то не маленькие, а полают. Уже чувствуется, что они большие уже возраст. Да говорят, там ещё они опутились. Соседи обращались в полицию, но, говорят, там лишь разводили руками и отправляли к зоозащитникам. Заявление было написано, последствий не было. Отчаявшись, люди обратились в свою управляющую компанию. Хоть данный инцидент и не входит в зону ответственности компании, комендант дома Евгения Агафонова не смогла оставить людей в беде. Она связалась с женщиной, снимающей данную квартиру. Женщина с виду, ну, видно, что порядочная такая, как интеллигентная. Я бы даже не подумала о том, что там действительно происходит. Она мне объяснила о том, что дайте мне срок съехать с этой квартиры, мне нужно там отремонтировать жильё, чтобы их перевезти в Каиркан. На что, значит, я, естественно, понимаю, зима, мороз, животные. И она говорит, мне к первому апрелю я управлюсь. Я говорю, ну, давайте как-то уже будем побыстрее, потому что невыносимо, раз гражданам пишут заявление. Связаться с женщиной-арендатором нам не удалось. На звонки она не ответила. По словам норильских зооволонтёров, женщина им известна. В группах в соцсетях она часто просила материальной помощи на передержку бездомных животных. Однако отчёта никогда не предоставляла, и никто не знал, в каких условиях и где именно содержатся животные. Как оказалось, собственник квартиры в доме на лауреатов, где и жили собаки и кошки, проживает на материке. О том, что происходит в его квартире, ему сообщила комендант дома. Он был, мягко говоря, удивлён состоянием своего имущества. Дальше была санитарная очистка и приведение помещения в нормальное состояние. Все финансовые тяготы легли на плечи собственника. Тот, в свою очередь, уже обратился к юристу. Мужчина намерен провести оценку ущерба и потребовать его возмещения. Отмечу, с 1 марта в Гражданском кодексе предусмотрены поправки. Теперь, если собственник систематически нарушает права соседей, то они имеют право обратиться в суд, что грозит санкциями вплоть до выселения и продажи жилья. В квартире номер 13 в одном из домов на лауреатов сейчас идут восстановительные работы. А жители, несмотря ни на что, теперь переживают за судьбу кошек и собак, которые оказались в руках этой женщины. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов, Норильские новости. Ансамбль народного танца «Аганер» представит Красноярский край на Дельфийских играх. Коллектив собирается покорить жюри конкурса своим новым танцем – во Сибири. На репетиции ансамбля побывала наша съемочная группа. Дельфийские игры – это своего рода олимпийские игры, только для творческих деятелей. Для ансамбля народного танца «Аганер» это первый конкурс такого масштаба. Они попали в краевую сборную и будут представлять на играх народную хореографию. Конечно, это возлагает на плечи танцоров большую ответственность. Но все как один уверены – они справятся. Наша подготовка проходит очень усердно. Мы каждый день занимаемся, репетируем номера. Каждый день мы добавляем что-то новое. С каждым днем мы все больше и больше стараемся, чтобы выступить лучше всех. На Дельфийские игры поедет старший состав ансамбля. В него входят 8 пар танцоров. Ребята представят три номера, в их числе новая постановка под названием «Во Сибири». Как раз репетицию этого танца вы сейчас видите на ваших экранах. Скажем по секрету, это его первое появление на телевидении – эксклюзив. Норильчане смогут оценить постановку на юбилей города. Руководитель ансамбля «Аганер» Владимир Фролочкин очень гордится этим танцем. Говорит, ему особенно по душе пришли слова из песни «Во Сибири мы родились и в Норильске мы живем». К слову, само участие в конкурсе для Владимира стало приятным сюрпризом. Коллектив не подавал заявку, организаторы сами вышли на него. Мне просто позвонили и сказали, вы присутствуете, скажем так, на конкурсе, в вашей видео-онлайне конкурсе, вроде как из «Контакта» взяли наши номера. Я говорю, а как так произошло, что вы сами без нашего… Ну вот так взяли. Говорит, объясните, что вот означает как бы у вас в вашем номере «Мэганер» вот эта девушка в зеленом. Я говорю, как, что означает? Мы же живем глубоко-глубоко на севере. Я говорю, она появляется в зеленом. Как вы думаете, почему она появляется в зеленом? Ну, наверное, весна. Я говорю, ну, наверное. Дельфийские игры пройдут в Царатовской области с 21 по 26 апреля. Красноярский край на них представят 100 талантливых ребят. В их числе и 16 участников ансамбля «Аганер». Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев, Норильские новости. 28 на рельчат поборолись за звание лучших на традиционной спартакеаде по плаванию среди воспитанников детских садов. Ребята должны были на скорость проплыть 11-метровую дистанцию. Кто победил, узнаем в следующем сюжете. Молодец! 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 Эти юные пловцы действительно молодцы. Даже просто потому, что в субботу проснулись ранним утром и приехали на соревнования в бассейн. Дистанция для заплыва 11 метров. Для взрослого человека, конечно, это совсем немного. Но для ребенка серьезная задача, с которой, к счастью, справились все участники. Маленькая Анастасия Егорова занимается плаванием с младенчества. Родители водили ее на грудничковое плавание. Спартакеада – первое серьезное соревнование для девочки. Она готовилась около года. Например, научиться правильно дышать помогает вокал, говорит Настя. Я вчера напела, но моя самая любимая песенка – это юность. Кто под нами внизу, вы простите меня, А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Родители юных спортсменов уверены – для здоровья такие заплывы очень полезны. Занимается мама, занимаюсь я, ну как бы для себя, хожу в бассейн, плаваем. Ну и решили, как бы, то есть для общего развития ребенка, то есть, как бы, чтобы не на результат, а, ну, чтобы для здоровья больше. В управлении образования отмечают, что родители действительно активно вовлечены не только в образовательный процесс воспитанников детских садов, но и активно принимают участие в формировании здорового образа жизни у детей. Мы всегда с радостью приходим на эти мероприятия и видим, что очень вовлечены в эту процедуру и родители. Конечно, привлечение детей к здоровому образу жизни – это большая задача не только детского сада, но и, конечно же, родителей. Поэтому все мы совместными усилиями вместе это делаем. В Спартакиаде приняли участие ребята из 14 образовательных учреждений. По итогам заплывов победителем среди девочек стала Варвара Шляхова, воспитанница детского сада номер 74 – Земляничка. А среди мальчиков первым стал Александр Никитин. Из 86-го детского сада – Брусничка. Дарья Каменских, Никита Левенец, Норильские новости. У нас на этом все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем YouTube-канале и на сайте norilsk.tv. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова